Здравствуйте, друзья! Сегодня 6 ноября. Последние деньки октября были прекрасными, солнечными. И у меня в 20-х числах октября начались поездки. Сначала я поехал в Россию, в город Ульяновск, приехал, потом поехал в Польшу. И сегодня хочу об этом рассказать, как я съездил, где был, что повидал, что посмотрел. В первую очередь хочу рассказать о дороге, как я доехал. Я, как всегда, ехал в Ульяновск через Москву, из Вильнюса сел на автобус до Минска, с Минска вечером сел на поезд в Москву, из Москвы опять на поезде до Ульяновска. Там я был до дня 3 и обратно уже из Ульяновска в Москву я воспользовался, как всегда, поездом. А вот из Москвы в Минск я воспользовался новым поездом скоростным «Ласточка». В 5 утра я приехал в Москву и в 6 утра сел на этот скоростной поезд и поехал. Через 7 часов был уже в Минске, в час дня я был уже в Минске. Кстати, в Беларуси я побывал еще ночь, потому что я заехал в Солигорск к родственникам, поночевал у них одну ночь. И хочется рассказать, сравнить о своих ощущениях об этих странах. Во-первых, мне всегда было важно то, что я вижу визуально там, где я нахожусь. Еще раз я в этом убедился, когда приехал домой в Ульяновск. Визуально там ничего не меняется, к сожалению, в лучшую сторону. Ну, может быть, начали делать дороги в некоторых местах. А так, в общем, в принципе, это всегда было нормально, что происходит на улицах. Я все это сравниваю с Литвой, так как я здесь уже три с половиной года. И у меня глаз начал привыкать к порядку, к чистоте. Никому не секрет, что сейчас осень и начался большой листопад. Так вот, в Литве листья из-под деревьев убирают очень тщательным образом. Мне даже, честно говоря, когда я проезжаю, я замечаю и про себя, иногда даже вслух делаю какие-то заметки и говорю. А почему, ну, каждую неделю их надо чистить, эти листья, да? Ну, может быть, дождаться, когда весь этот листопад закончится и разом все убрать. А нет, в Литве именно каждую неделю, каждую неделю хочется их прям пожалеть, дворников, работников. И сказать, конечно, молодцы, выразить, выразить благодарность большую, что они трудятся. Они каждую неделю эти листья все-таки убирают. И хочется вам сейчас показать, вот я сейчас нахожусь на территории парка. Это большая территория. И то здесь вот люди стараются. Вот люди стараются. Видно, что здесь деревья, не просто сосна, а деревья с листвой, которые, из-под которых все листья убираются. Понимаете, какой это труд? Естественно, в России такого нету. Может быть, в каких-то территориях частного пользования. В Беларуси тоже это редко встречается. Может быть, в каких-то парках. И, кстати, замечу вам, что в Польше даже такого нету. Я был в Польше, в городе Закопание. Это можно назвать его туристическим городом. Он находится в горах. Именно из-за этого мы туда и поехали, чтобы полазить по горам. И то там эти листья, они под ногами шуршат. И это очень заметно. Вот Литва в этом деле, в этом моменте всегда отличалась. И дай бог будет отличаться. Это в чистоте и порядке. Еще раз я в этом убедился. Это очень бросается в глаза. Про то, что здесь постоянно в Литве косит траву, это я говорил всегда и буду говорить. Я по-доброму называю литовцев маньяками в своем роде, чтобы косить траву. В той же Польше, да? Но Польша, она большая. Там большое количество населения. И визуально я себе отметил, что, по-моему, восточная часть Польши, она более аккуратная. Где-то в южной части, она больно такая, грязноватая. И там вообще даже тоже бурьяны растут и не косят траву. И как бы это у них нормально. В России и Беларуси, Беларусь, она всегда была чище России. И это и сейчас заметно более аккуратно. Что еще я встречаю, когда приезжаю в Ульяновск, в Россию? В этот раз я был там 2-3 дня. Я там закрывал свои последние дела. Об этом я тоже, может быть, сниму когда-нибудь видео. Потому что я ездил закрыть дело, которое у меня длилось. Которым я занимался когда-то вплотную, а в последнее время уже чисто частично. Потому что приехал в Литву. Я этим занимался делом, получается, где-то 20 лет. Я лично 17 лет. И это дело я закрыл. Возможно, в будущем я сниму видео про это. Расскажу, почему и как все это происходило. Почему я все это закрыл. Что меня заставило закрыть дело там. Ну и как всегда. Когда я приезжаю в Ульяновск, в Россию меня спрашивают, как там. Когда я приезжаю в Литву, меня спрашивают, как там. Ну, в принципе, ничего не меняется по сути. По сути своей основной не меняется. Чтобы понять, как там. И тем людям, которые там, понять, как здесь. То для этого нужно посетить те места. Я в своих рассказах как-то пытаюсь людям объяснить. Провести сравнение. Но вижу, мало кто понимает, о чем я хочу рассказать. Или вообще даже не верят. Не верят. В России не верят о том, что здесь, по моим словам, так хорошо. А в Литве, наоборот, некоторые люди не верят. По моим словам, что там так может быть. Что там такое отношение в каких-то местах к людям. Ну, как сказать. Это дело каждую. Я стараюсь. Никого не уговариваю. Просто в некоторых разговорах я стараюсь рассказать свое мнение. Насчет карантина. Кстати, хочу заметить такой момент, что в России и в Беларуси стало больше людей встречаться, которые начали носить маски. Это для меня стало удивлением. Потому что столько было пофигистов. А сейчас как-то не так. Когда я уезжал из России, это было, я не помню точно, 24 октября, что ли, 25. И там вот с 1 ноября, в некоторых местах уже с 25 октября в России начался локдаун. То есть, ну, закрывается все. Очень много заболевших. Начинается карантин. И смотрю, что люди сами боятся и начали одевать маски. В Беларуси же всем известно, что это страна, которая не признавала этот вирус и до сих пор не признает. Но люди все равно, многие люди ходят в масках, потому что много заболевших. Много примеров среди друзей и родственников. И сейчас Лукашенко даже объявил, что некоторые области в его государстве могут отменить ношение масок. Отменить масочный режим в некоторых предприятиях. То есть, люди могут свободно ходить без масок. И все окей, все хорошо. Но, как я понимаю, люди, которые боятся заболеть, они, конечно, на это дело не ведутся. Так скажем, они все равно... Это дело человека, как всегда, все это накладывается на плечи, на решение самого человека. Хочет он, носи маску, не хочет, носи, в принципе, ну, там такая ситуация. Еще и в Польше. Были в Варшаве, проехали всю Польшу от поневежества. Тысячу километров расстояние было. Углубились в Польшу, туда, на юг. И там тоже много людей, которые не носят масок. Там более расслаблен карантин. Я так скажу, если он вообще есть. Потому что даже в торговых центрах продавцы и продавщицы не одевали маски. Они были на работе без маски. Это меня, конечно, удивило. Один раз я стоял на заправку, зашел. Была большая очередь, потому что она пользуется популярностью на дороге. И все люди стояли вплотную, и все были без маски. Я там в маске был, и еще кто-то, потому что я уже все. Меня Литва воспитал в этом плане. Хочешь, не хочешь, рука все равно тянется. Одеть маску. Если без маски, уже такое ощущение, как будто голый. Может быть, это плохо, не знаю. Но вот я как раз в этом видео и хотел вам рассказать о тех ощущениях, о тех различиях, которые я заметил между вот этими тремя странами. Россия, Беларусь и Польша. Потому что последние две недели мне посчастливилось там побывать, в этих странах. В Ульяновске я сделал видео, взял интервью у моего родственника-друга-товарища, который имеет свой мебельный цех. Я в ближайшем будущем выложу это видео. Сейчас оно находится на стадии монтирования. Ну и просто так есть у меня такая очередность, логическая цепочка, какое видео когда выпускать. Кому интересно, я думаю, на следующий выходной оно выйдет. И еще я снимал видео, как я был в горах. Не знаю, получится ли у меня его довести до более-менее нормального состояния, чтобы можно было на это все посмотреть. Потому что я там абсолютно не комментировал, только снимал пейзажи. Ну тоже попробую смонтировать, наложить музыку. Может быть, наложу речь. И тоже его когда-то выложу. Сегодня ко мне из Вильнюса приезжает дочь в поневеже с ночевой. Завтра мы с ней поедем в Вильнюс, потому что завтра воскресенье. Хотим в Вильнюсе попасть на рынок Герюна. Я там, кстати, никогда не был. Ей нужно что-то посмотреть из вещей. К чему я это все? У нее все хорошо, все замечательно. Она учится, настроение хорошее. Мы с ней созваниваемся каждый день. Пока, в принципе, все на этом, ребята. Я никуда не пропал. Со мной все хорошо. Живой, здоровой. Чего и вам желаю. Всего вам хорошего. До свидания. Пока.